В феврале Пинц превращается в один из ведущих музыкальных центров в рамках нашей страны. В этом концертном зале с прекрасной акустикой пинские меломаны, а также гости нашего города смогут насладиться прекрасной, старинной и современной классической музыкой. Нынешний, уже 21 по счету сезон, открыла пианистка Белорусской государственной филармонии Татьяна Старченко. Эту женщину знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами об этом свидетельствуют аншлаги на всех выступлениях. Ее концерты – это сочетание прекрасной музыки, живого слова, уникальной атмосферы, создаваемой пианисткой. Ваш секрет успеха, ваше обояние и ваше постоянное улыбки и в большей степени эмоционально. Это вам музыка дает? Вы знаете, я думаю, что все-таки, во-первых, это природа, это родители, это очень важно, вот то, чем нас наделяют родители. И, во-вторых, очень важная вещь – успешность и долюбленность публики. Этим февральским вечером на сцене концертного зала звучал концерт памяти народного артиста России и друга Татьяны Старченко – Исака Шварца «Любовь и разлука». Шварц написал музыку более чем к сотне известных кинофильмов. Среди них «Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпа», «Станционный смотритель», «Звезда пленительного счастья» и другие фильмы. «Многие из нас и представить себе не могут эти кинокартины без музыки Исака Шварца», – говорит Татьяна Старченко. Особую роль в жизни композитора сыграла долголетняя плодотворная дружба с поэтом Булатом Акуджавой, на стихи которого было написано 32 песни и романса. Многие из них стали поистине народными. «Ваше благородие», «Любовь и разлука», «Не обещайте деве юной». Исполнить их на сцене концертного зала Татьяне Старченко помогали солисты Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Андрей Морозов и Наталья Акинина. Услышать голоса солистов Большого в маленьком зале провинциального города – поистине яркое событие в жизни Пинска. И это стало возможным благодаря, опять же, Татьяне Старченко. Правда, как призналась нам пианистка, на подобные концерты в Минске, а также в других больших городах, билеты раскупают мгновенно. А вот в Пинске такого ажиотажа не наблюдалось. Причину видят в следующем. Вопрос только одного – реклама. И все. А ведь раньше все было иначе, вспоминает она. Были времена, когда этот зал был всегда полный, во всяком случае, когда я приезжала. Я помню эти времена. Возможно, дело и не в рекламе, а мы действительно стали меньше слушать классическую музыку. Окунулись головой в череду повседневных проблем, где перестали обращать внимание на высокое искусство. Открывшаяся в этот вечер в концертном зале выставка работ фотографа Павла Куницкого, по удивительной случайности, затрагивает именно тему духовности. Своими работами автор хотел передать глубину и многогранность души полещиков. Но почему-то в последнее время эти грани души становятся размытыми, а душа повседневной. Духовный мир в Полесе меняется. То, что было 10 лет назад, сегодня его уже нет. Название выставки фоторабот Павла Куницкого не менее символично – мелодии Полесской души. Так и хочется надеяться, что в нашей с вами душе зазвучат новые мелодии и без фальшивых нот. Следующий концерт фортепианной музыки состоится уже 11 февраля в концертном зале. Всю подробную информацию о расписании концертов вы можете узнать на сайте Пинского госполкома в графе «Афиша». Афиша ho добрый день в игре Субтитры создавал DimaTorzok